День добрый, дорогие друзья, в эфире программа «Семейный доктор» Я приветствую вас в студии Анатолий Алексеев, как всегда Пока еще, как всегда Друзья мои, значит, получилось самое неожиданное того Я в прошлой передаче сказал, что в следующей передаче будут записи, то есть и сегодняшняя, и дальше Ну, вот так оно случилось, что у нас сегодня с вами эфир прямой, без записи То есть передача записывается, естественно Но общаемся мы с вами в прямом эфире, вот прямо сейчас, сию секунду Поэтому, пожалуйста, и для меня это так некоторая неожиданность, ну и, наверное, для вас Ну, я так полагаю, что это хорошая неожиданность, потому что прямое общение, оно всегда более эффектно, эффективно, скажем так, в нашем деле, особенно, чем в записи Так что вы можете задавать вопрос по телефону, который вы знаете уже и привычно, так сказать, относитесь к нему К этому номеру телефона Ну, а сейчас я должен вам сказать следующее Мы с вами приступили к последней части нашего реперториума Ну, то есть вот этого свода, что ли, приемов и методов, которые мы используем в нашей оздоровительной программе Домашней нашей оздоровительной реабилитационной программы Программы восстановления здоровья Потому что самая главная проблема сегодня Не только вылечиться Потому что, как показывает практика, в большинстве случаев вылечиться не очень удается Мы с вами превращаемся в хронических больных И уже как хронические больные с огромным букетом наших проблем, недугов, страданий и болей Так и идем до конца нашей жизни Так что, понимаете, вот как нам в этой ситуации быть? Ведь, понимаете, если следовать прямой идее, что ли, которая сегодня существует в нашей современной, что ли, медицине То она как-то даже не определяется, по-моему Нас просто лечат А вот от чего, зачем, почему и к чему это приведет, никто не говорит К сожалению, великому это так Алло, я слушаю Алло, добрый день, Анатолий Ефимович День добрый Вы знаете, вас беспокоит Валера, меня зовут Мне 55 лет Да Я живу в городе Пскове Да Вы знаете, у меня такая проблема Я в ноябре, ой, декабре 2002 года очень сильно застудился Короче говоря, замерз снегом И вот после этого у меня пошли проблемы Мне выставили диагноз там ИБС, гипертония, заболевания вегетативно-сосудистой системы Ну и обнаружилось привод к обследованию, что у меня еще четовит кузловой зов Также у меня шейный остек, грудной хондроз, плюс с левой стороны невралгия Вот после этого, вы знаете, пошла очень сильная потливость Я после приема пищи, когда принимаю пищу, у меня потом, я потом и саду часа полтора, никак не высохнуть Я вашу передачу смотрю крестцов всего лишь месяц Тут у вас позвонит уже товарищ, который все знает про вас А у меня крест, это первое Я попробовал сделать, вот я посмотрел, горячее оберстывание У меня почему-то не получилось А что не получилось, Валерий? Я нагрел полотенце, как положено, в кипятке Это самое, минут пять подержал А все, ой, не оттер, а отжал, извините меня В вафельное, обернулся всего И у меня почему-то через минуту уже было все холодно Не тепло оберстывание, а получилось холодное Валерий, самая большая ошибка вот в этой ситуации, вот какая Значит, во-первых, оборачиваться надо сухим полотенцем заранее Все надо подготовить очень так, чтобы весь этот процесс прошел очень быстро Отжимать вот это горячее полотенце в сухом полотенце нельзя Ну, в общем, видимо, здесь просто-напросто вы время теряли И у вас же ваше полотенце остыло Но даже не в этом дело Значит, обязательные условия Во-первых, обязательно какую-то подстелить клееночку, прежде чем вы ляжете в постель Ну да, это было сделано Очень хорошо Второе условие Обязательно очень тепло укрыться плюс к этому Очень тепло Поверх Поверх Одеяло, так сказать, и там еще, так сказать, некоторые люди, они правильно делают Вначале тонкое одеяло, потом толстое одеяло И к ногам обязательно грелку Валерий, попробуйте еще раз, пожалуйста, ладно? Потому что процедура-то замечательная, она простая, там ничего особенного нет И поверх этого мокрого, горячего надо обязательно сухое, махровое, да? Это вы сделали все Да, естественно, конечно Ну вот, мне это удивительно, понимаете? Может быть, может быть, имеет смысл сделать вот что Валерий, послушайте мне Особенно для вас Особенно для вас Перед тем, как делать горячее грудное обертывание, да? Вы сделаете вот как Вы вначале сделаете горячую ножную ванну Она много времени у вас не займет Это практически единый процесс А горячую ванну холодную, ой, горячую делать без всего? Просто горячая ванна? Конечно Просто горячая вода Но вы поступаете так же, как мы поступаем тогда, когда делаем скипидарные или обычные ванны, или солевые, неважно 37 градусов начальная температура вода Это я вас слышу, это я слышу вас Замечательно Давайте до 42-43 Вот для ножных и без применения каких-либо добавок Да, и при вот этой температуре, там где-то 15-20 минут Вас сразу начнет прошибать пот Ну не сразу, а где-то минут через 10-12 начнется пот-отделение Вот послушайте меня Ага, я слушаю Значит, сразу, не дожидаясь, да? Сразу в постели на обертывание То есть постель должна быть приготовлена И еще одну К ногам сразу грелочку И как следует там в три слоя укрыть Понимаете? В три слоя укрыть Я теперь понял, я теперь понял свою отсыпку У меня еще такой же, Анатолий Федорович Знаете, после вот этого самого Я не могу ни в душу мыться, ничего У меня сразу идет сильный прокалывание Вот эта нейронгия, она пляшет у меня вокруг левой груди И прокалывает так, что у меня иногда даже давление Сколько это было, 200 единиц За грудиной Да, вот здесь вокруг левой груди у меня пляшется Это самое, вот эти прокалывания Вот после этого стало И, говорит, ну, врачи мне бывает Это самое, назначать там препараты Я вот медикам принимал, китарал Да, да Вот в последнее время мне было назначено Мне делали два укола Не знаю, правильно ли как написано Медокал и, по-моему, мельчигамма Ну, может быть, да Вот, это самое И все равно месяц я помолчал Это моя неврология, которая прокалывает И потом опять пошло то же самое А вы уверены, что это неврология? У вас диагноз какой? И БС, и листинокардия? А у меня и давление Это самое Я давление не прописано Таблетки Я принимаю Это самое И белок 25 единиц Ну, понятно Да Вот, это самое И мне поставили на ИБС И стинокардия А вообще у меня всегда вещи Это самое Отсушение грудного сухондроза Потому что, видите, я не знал как У меня правая рука короче левая на 2 сантиметра В свое время мне нельзя долго Детать подтягиваться И вот в старости это время проявилось У меня в районе где-то лопаток Там пошел позвоночник на... Значит, здесь очень хороший тест, может быть, да? Он не помешает ни вашему сердцу Не навредит при ишемической болезни сердца При стинокардии Не навредит Значит, можно использовать просто хотя бы маленький аппликатор Кузнецова В обязательном порядке От верблюжьего седла То есть, вот от верхнего грудного До середины грудного отдела Хотя бы сюда Но, секунду одну Значит, но Вы не должны делать, так сказать Это вот лежа на перине То есть, постель должна быть мягкая И все Но именно под эту зону Вы подкладываете возвышение Вот такое Сантиметров 10-15 Я видел Это я Ложитесь Всем весом Так И Я попробовал полежать Я вылезал только 15 минут У меня через 15 минут пошло такое давление Пошел так, участвовался пульс Это самое Что мне пришлось У меня есть такой Аппликатор Кузнецова Две такие Да, через 15 минут вы встали И какое давление было Вы померили? Да, я померил У меня было Скучно, когда я возился У меня было давление 125 Да Это самое На 75 Когда я встал У меня было 145 На 80 Вы знаете, что Самое удивительное в том Что 145 на 80 Это верхняя граница нормы Ну, я стал себя неважно чувствовать И очень сильно участвовался пульс Я так думаю, что вы просто перепугались Очень сильно участвовался пульс Сколько был? Вы знаете Это самое Когда я встал Где-то в районе 90 И это самое Ударов Понятно Мой Но аппарат Я своему не особо верю Ну, я понимаю Я еще хотел вам сказать Вы знаете У меня уделят 10 Вообще Моноргониты не борются с болезнями У меня Я пытаюсь Сказать Это самое Но заболевая У меня нет температуры Она мне не поднимает Как 3,6 стоит Так и стоит Не бывает При заболевании Температуры Значит, Валерий Вот что Вот что надо сделать Валерий Значит, давление Максимальные цифры Какие у вас? Ну, я принимаю таблетки Максимально Когда я У меня в районе Где-то 115 на 70 Вот в этом районе И принимаю я небольшую дозу Всего лишь 1,8,5 гелок 25 единиц Понятно 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 Валерий Теперь скажите мне, пожалуйста Самые большие цифры давления Какие у вас были? Ну, вот у меня после этих прокалываний Прокалывали до 2,6 Тогда приехал врач Скорая Где-то минут через 20 Приехало Не мере Давление было Ну, это после прокалывания Невралгия В районе Ужелая груди 200 было давление На 110 200 на 110 Вот это серьезно Вот это вот серьезно Скажите мне, пожалуйста Вы прокалыванием Называете Вот эти вот Прокалывающие боли В этой стороне Вы не имеете ввиду Эппликатор Не-не-не-не. Это я имею в виду еще. Вот я бываю всегда спокойное состояние, вдруг ни с того, ни с сего. Вроде спокойно. Как кольнет это самое, и все. Я походил. Значит, я понимаю, да. Валерий, значит, вот обертывание вам надо делать. И делайте, пожалуйста, так, как я вам сказал. Я запомнил. Потому что эти ножны, Ивановна, не снижают уровень давления. Это первое. Второе. Значит, пожалуйста, я не думаю, что вы толстый человек. Я толстый. Вы толстый? Сколько килограмм? У меня рост метр семьдесят девять, но я вешу где-то в районе сто пятьдесят килограмм. Потому что я всю жизнь долг полный. Ста десяти? Ста десяти? Да. Понятно. Значит, уважаемый Валерий, а отчество? Александр Ильич. Валерий Александрович. Ну, давайте-ка все-таки килограмм тридцать-то сбросим. Я пытался. Вы знаете, организм мой никакой не хочет сидеть на этом самом... Ну, я понял, как вы называете, не голодок, а вот это... Относительный голод. Да, относительный голод. Потому что через каждые три часа он мне подает давать эту самую еду. Если я не подам, у меня он заворачивается так, что даже воду не хочет принимать, он ее назад отторгивает. Отторгает. Понятно. Воду отторгает. Понятно. Молодец организм, я вам скажу. Прямо. Мне бы такой, ей-богу. Знаете как, да, так сказать, так бы и спокойно себе жить. У меня еще, в связи с тем, что мне сказано, что при рождении нарушено админное вещество, у меня на теле очень много шишек. Крещевых образований. Делали снимки, они у меня приступали. И на руке вырос вот такой хрящик на суставе. Потому что, я сказал, что это при рождении нарушено админное вещество, а у меня такая под коленом, там что-то не скула. Значит, скажите мне, пожалуйста, последний вопрос я вам скажу, а то мы уже с вами довольно давно. Я не понял, что-то сейчас. Значит, Валерий Александрович, значит, скажите мне, пожалуйста, когда вы в последний раз делали анализы крови, мочи? Ну, не делал ни травмы. Мне анализы все в норме. Прекрасно. УЗИ делали? Почек, почек, почек. Да, тоже все в норме. На этот счет у меня все в норме. Все замечательно, все в норме, только, так сказать, пот, который с вас не истекает даже. Да, потому что у меня это стало после того, как я застудил. И я пытался теми способами. Значит, должен вам сказать, Валерий Александрович, ваше застудо здесь ни при чем. Да? Да. Ваше застудо здесь ни при чем. Вот, будьте добры, если вы хотите, так сказать, выжить, вот, клянусь, извините, говорю такие слова. Я понял, я слушаю. Значит, если вы хотите выжить, вам все-таки придется перестать слушать ваш организм. Да. Понятно? Угу. Пожалуйста, ешьте хоть пять раз в день. Хоть через три часа, но не чаще. Но только вот понемножку совсем. А я и ем понемножку. Понемножку это поскольку. Ну, например, если я в обед садусь и обедаю, я ем только ли первую или вторую. Больше я не ем. Ну как, хорошую тарелочку? Нет. Попорционную. Все, мне хватает. Значит, еще меньше. Понимаете, да? Да. На завтах я, например, ем осьяну кашу. Вот я варю себе тарелочку. Да. Попорционную сварю. Съем осьянку. Все, больше я ничего не ем. Вот смотрите, за каждую еду вы должны съедать не больше ста... Я не в калориях говорю, в граммах. Я понял. Знаю, сто грамм. Сто грамм, не больше. Угу. Это первое. Второе. Хотите вы или не хотите, но с сегодняшнего дня вам надо начинать делать то, что мы называем обмазыванием. Это процедура делается очень просто. У вас душ есть дома? Я не могу встать в душ. У меня после, если я остановлюсь в душ, это самое, у меня сразу идет сильное прокалывание в районе левого, ну, скажите, и в какое-то давление. Я моюсь по частям. В душ не стою. Я тело вчера, извините меня. Боже мой. Боже мой. Валерий, сколько вам лет? Я сказал, 55. Так, значит, с относительным голодом решили? Я понял. Это я понял. Так, пожалуйста, значит, аппликатор Кузнецова остается? Так, я понял. Значит, далее, что вы будете делать? Вот эти ножны и ванны через день? Так, я понял. И обертывание через день, понятно? Обертывание вместе с ножны и ваннами или в разные дни? Нет, в один и тот же день. Все понял. Через день. Так, а подскажите, пожалуйста, последний вопрос. Какой мне лучше из ваших дисков заказать? Потому что, чтобы, кажется, более-менее, чтобы вас не нагружать больше. Нет, я бы, знаете, как вам советовал, поступить иначе совершенно. Диск ни при чем. Потому что ситуация у вас, она не определяется. Гипертонией, сосудистыми изменениями, еще. Там изменения тяжелые очень. И связаны они с изменением по эндокринной, по этим самым, железным внутренней секреции. Надо об этом думать. Я понял. То есть, для этого нам надо с вами думать в первую очередь о, как вам сказать, о состоянии ваших обменов. Обменов. Понимаете? И водно-солевой обмен, и минеральный обмен, солевой. Поэтому у вас хрящи растут, потому что проблемы соединительной ткани. Поэтому, пожалуйста, давайте мы договоримся вот таким образом, Валерий. Я понял. Значит, пожалуйста, вот то, что необходимо вам сейчас, пожалуйста, вы начинаете делать, да? Естественно, назначение врача вы никоим образом не отбрасываете. Этого нельзя делать. По крайней мере, сейчас этого делать нельзя. Дальше, где-то через, после того, как вы проделаете, по крайней мере, вот там, 12-15 вот этих ножных ванн и обертываний, да, вот после этого надо приступать к уточнению программы. Вот вам, видимо, нужно будет сюда позвонить, просто в один из эфиров, где-то вот через месяц, ладно? Хорошо. Через полтора. Да, пожалуйста, мы с вами сообразим, что нам с вами делать. Вы сейчас можете положить телефон, а я, так сказать, договорю, все, что вам нужно сделать. Хорошо, спасибо. Друзья мои, вот почему, так сказать, я начал рассказывать вам всем то, что называется репертуриумом нашей программы. Репертуриум. Вот вам ситуация конкретная абсолютно. Понимаете? Абсолютно точно простуда здесь сыграла просто провоцирующую роль. Это был, знаете, как вот ключик, который запустил целую серию внутри, у человека внутри организма, запустил целую серию процессов, которые, естественно, не способствуют, так сказать, здоровому, здоровому проявлению и здоровому физическому состоянию человека. Вот Валерия Александровича в данном случае. Но вот как вот с этой историей быть? То, что там присутствует иммунный дефицит, да. Но, к сожалению, великому вот эти хрящи, которые, хрящевые образования, о которых говорит он, они заставляют очень серьезно думать о том, чтобы не принимать стимулирующие иммунную систему препараты. Понимаете? Потому что это могут быть проблемы соединительной ткани, и эти проблемы могут стать гигантскими. Поэтому здесь вот стимуляция иммунной системы, к сожалению, великому неподходящие условия для жизни. Значит, первое, что нужно делать Валерию Александровичу, все непременно, до конца, это главное, чем он сейчас должен заняться. И это очищение организма. Потому что и вот эти вот горячие ванны, которые, безусловно, будут вызывать у него обильное потоотделение, и горячие грудные обертывания, это два способа, которые могут давать тот, поначалу, по крайней мере, будут давать тот результат, который необходим Валерию Александровичу. И еще одна вещь. Вот я сказал, там, 12-15 процедур через день. Это не меньше месяца, да, месяц. В течение этого месяца надо Валерию Александровичу обязательно воспользоваться сорбентами. Обязательно. Какими? Любые сорбенты, которые не будут менять характер стула. То есть вот стул у человека должен быть ежедневно, в обязательном порядке. Почему я вот этот вот момент, связанный с детоксикацией организма, подчеркиваю, потому что пот. Вот человек не успел поесть, а он уже обливается весь потом. У него там такое количество накоплений, от которых надо избавиться, что организм уже просто не может справляться. Он начинает сбрасывать. И боюсь, что вместе с этими вот хрящами, которые есть у него, с этими образованиями, есть еще липомы. А липомы – это вот показатель того, что у человека очень неблагополучно с точки зрения внутреннего содержания, что ли, физиологического содержания. Очень большое количество собственных отходов, собственной жизнедеятельности. Поэтому не успел кусок в рот потянуть, как не сразу пот. Ведь с потом выбрасывается огромное количество и белковых, так сказать, фракций, которые нам не нужны. И огромное количество солей, которые нам не нужны. Не дам, говорят, соленый пот. Понимаете? Вот какая штука. Я спросил, потому что вот такое мощное потоотделение бывает довольно часто тогда, когда у человека непорядок с почками. Когда почки недовополняют свою функцию. Даже если, скажем, ни УЗИ, ни анализы не показывают это. Бывает так. Это вот в начале процессов, связанных с изменением почечной ткани, да, с изменениями функционального состояния почечных клубочков, да, вот тогда довольно часто начинается такая потовая агрессия, что ли, даже. Я бы это так назвал, да, когда пот, 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 да еще холодный, да еще при этом человек, как правило, как-то не очень себя хорошо чувствует, состояние такого внутреннего отравления, детектикации. Если вы посмотрите на свое состояние, то очень многие у вас увидят то же самое, то, о чем я сейчас говорю, у себя. Увидят. К сожалению великому, в наше время, вот в наше время, вот эту ситуацию не учитывают никак и загоняют эту проблему назад внутрь, знаете, чем? Дезодорантами. Дезодорантами. Вместо того, чтобы посидеть немножко на голоде, отпиться водой, очень важно в этой ситуации. Второе. Обязательно воспользоваться сорбентами, что необходимо сделать Валерию Александровичу в течение вот этого месяца. Десять дней, сейчас сорбенты два раза в день, между завтраком и обедом, точно посередине, между завтраком и обедом, то есть если три часа у него разрыв по приему пищи, значит в десять он поел, в одиннадцать тридцать принял сорбент, и тогда в тринадцать часов он может уже обедать, через три часа. И обязательно сорбент, между завтраком и обедом, и сорбент на ночь. Вот это необходимейшее, так сказать, добавление вот к той программе, о которой мы с ним говорили. Сейчас у нас с вами небольшой перерыв, после этого я буду готов, так сказать, с вами снова поработать. Итак.